Я вопрос вот такой задам. У нас правила федерального пользования сейчас утверждает глава. Совершенно верно. А генеральный план утверждает представительного документа центрального планирования. Они должны быть аутентичны, одинаковы. И вместе с тем генеральный план определяет у нас в основном, что это границы населенных мунктов, границы территории, да, и статья из этого, и виды, как бы уже использование земли, и устанавливание к СССР. Вот хотел узнать, когда в ближайшее время мы планируем приступить к обсуждению несения изменений в генеральный план? Уже хотелось бы в этом году, потому что буквально, я написал письмо, Александр Кишкин, может, до вас не дошло, но еще давно посчитали, такие вещи происходят интересные. Многие события, которые связаны с нашими жителями, происходят только в населенных пунктах. Так, например, существует программа Московской области, устройство автобусных остановок. Они в границе населенных. Некоторые населенные пункты разрослись, да, там, ну, большие, что-то локти часа, и оно даже попало в границы, но попали сами домовладения, а дорогу, можно было бы ее взять, которая федеральная проходит чуть побольше. Если бы мы территорию населенного пункта, что эти юридические включили, туда вот это обедите из дороги, то тогда федералы, они бы построили дополнительную остановку. А так, если остановка только в начале села, а в конце нету, накладились многодетные школьники, школьники идут по обочине, они пишут, говорят, строите остановку автобусные. Ребята говорят, кто занимается этим, вы знаете, мы бы с удовольствием ее построили. Но это не граница населенного пункта, программа не подпадает, будем добиваться, когда будут свои деньги, а это значит никогда, и когда-нибудь, когда будет, и когда мы это сделаем. Это не ответ, и все поняли логику, что если всего-навсего, где-то вот как мы брошенные территории, которые попали после сфона, помните, проводили совместные совещания, и исключали из границ, и просили, во всяком случае, выделить их, чтобы обучить населенный пункт, где пора уже посмотреть границы, и действительно над генпланом поработать, так это как надо с будущим для жителей, потому что это документы о том, как перспективно будет развиваться эта территория. Можно это делать? Я так-то не буду с ним. Смотрите, и вот еще момент. Я понимаю, что сейчас вы мне скажете, примерно, я просто присвою, уже готов. Все-таки в кодексе сказано, что генпланы принимаем мы. Там не сказано нигде о граффитектуре Московской области ни слова нету, даже через запятую ни встук. Мне непонятно, вот когда мы хотим увеличить свою территорию сделать, а с ним принимаем мы, то нигде не написано, что мы с ними должны посоветоваться. И получается, что они нам бах и говорят, а мы считаем это не так, и мы тормозим, в итоге у нас тормозит сразу. Я понимаю, что платят деньги правительство, но живем-то мы здесь с населением, и право принятие это все равно относится к нам. Но мы можем ломать шапки, но не везде, наверное, где-то можем немножко свое физ сказать, сказать, что нам так удобнее. То же самое я сразу добавлю, касается, вот правильно он сказал насчет платок, что, к счастью и к сожалению, в других территориях, мы тоже говорили, многие зеленые места закрасили зеленым. И так, например, вот сейчас встречаемся, вы видели здесь инвестор, губернатор дает гектар за рубль, ищем места. И у нас есть территории, где один большевик растет, но в Денплане мы их нарисовали зелеными. Почему нарисовали? Потому что отдельный процент вот этих территорий, относящихся к Эрке, в целом на округ, он должен составлять определенный процент. Так получилось, что высокая концентрация зеленых территорий, там у нас в Краснозаводске, в нашем посаде уже все застроено, и у нас есть Васильковые, Незабутковые, Ромашковые поля, которые, можно было бы, заколосились бы заводами, рабочими местами, но мы вынуждены на них выращивать борщевик и выделять деньги на покосы, потому что документы на планирование мы установили, что здесь перекатикули, но так же быть не должно. То есть мы должны подходить, если где-то что-то охраняем, а где-то мы что-то наоборот вводим в эксплуатацию, создаем, запускаем. Тем более сейчас мы, ну, причем, нет. План как бы на много лет принимается. Так у нас 25 лет. 25 лет это перспектива. И вот раз упираемся, раз какие-то сами в свои рамки упираемся. Вот, Никитич, хотелось бы узнать, мы сможем за красные флажки зайти? Или опять будет? Смотрите, можно, да, там? Ситуация какая? Ну, вы начали... Заздравие. Заздравие, да, закончили тем, что я говорить вообще-то не собирался на самом деле. Это чьи-то полномочия, вы это все прекрасно понимаете, в очередной раз я буду говорить абсолютно не хотеть, я скажу вам так. Да, действительно, финансирование областное, да, деньги в область. Но могу сказать, что, несмотря на то, на все, что вы сказали, мы, многие моменты интересны для нас, как муниципалитет, и для наших жителей, в рамках Винплана, в рамках Винплана. Мы непосредственно участие принимали в данных комиссиях. Вот, Денис Николаевич, вы теперь понимаете, как проходят комиссии в МОСОБЛА архитектуры. И да, мы всячески стараемся отстоять те любые территории. Особенно поддерживаем инициативу по расширению населенных пунктов, границ населенных пунктов. Прекрасно понимают, что это перспектива развития территории. Развития территории не будет за границами населенных пунктов. С нами соглашаются, мы с нами не соглашаемся. Мы с ним просто не забираем. Совершенно верно. Денис Николаевич, я здесь не выступаю стопором, который говорит, я против, да, просто нужно... Нет, просто, в общем, Санкт-Петербурге даже не оппонируют. Да, я пытаюсь просто довести, чтобы было общее понимание. И что касается по поводу работы по генплану ПЗЗ, работа на самом деле, она хоть и не объявлена, но она уже ведется. Ведется уже с момента утверждения генплана, который был 1 июля. То есть мы собираем предложения, мы сами анализируем территорию, мы выявляем недостатки, а недостатки они есть и будут, потому что идеальный документ будет, он не будет в принципе. То есть мы это все собираем, мы все аккумулируем, мы собираем предложения от граждан юридических лиц, все это фиксируем. Также поступают заявки через РПГУ в МОС облахтектуру, внесение изменений генплана, мы им сказываем свое мнение в рамках новых ключей и так далее, и так далее. То есть работа эта идет. Но, что касается, если конкретный уже вот именно по проекту документы работать, мы должны понимать, что генплан, внесение изменений в генплана ПЗЗ, опять же, это деньги в области. И мы начнем с конкретным проектом работать только после того, как будет заложено финансирование МЭФа. И когда МОС облахтектура, имея уже денежный следствия, объявит о начале процедуры, внесение изменений в генплана ПЗЗ. Что мы посмелее будем? По поводу посмелее, Юрий Николаевич, смелость наша уже могла с увереннее, знает практически границы. Да, да, да. Мы, ну, без лишней доли скромности скажу, что мы очень на хорошем счету в МОС облахтектуре, в рамках вообще всей работы, которую совместно проводим, да, у нас ставят примеры. Поэтому мы многое, что успели уже, смогли отстоять и дать нести, так же будем продолжать. Депутаты, коллеги, они молодые еще, они не участвовали в таких баталиях. Несколько лет назад, года 3-4, мы впервые принимали документы софтериального планирования, и тогда депутаты, которые здесь работали, они уперлись. Они уперлись и сказали, раз в полномочии, помните, да, это наши полномочия, тогда мы примем его в том виде, как мы видим. Да, а глава архитектуры тут написана, должна финансировать и записывать за нами. Помните, Гордиенко хотел приехать, кто-то еще выступить, ему сказали, можешь выступать, можешь не выступать, зафиксируешь то, что мы скажем. Он потоптался, потоптался, конечно, досталось Никитичу, он пришел и сказал, ну я не могу ничего, вот они там уперлись. Наверное, досталось Михаилу Юрьевичу, тот тоже помялся. В итоге компромисс был найден, область сказала, принимайте, что хотите, а хотите, и не принимайте вообще, это ваше дело. В итоге одна территория Богородская сказала... Я хотел, что стало результатом вот этого, да, территории подорожского поселения, просто было не включено в генеральный план. Мы сейчас, мы не будем говорить о Викторе Михайловиче, но он... Так это было и камнем прикновения, конечно, я вспомнил. Понимаете, вот был же президент, сбросил бомбу на Хиросиму. И в итоге Хиросиме не стало. Почему он такое решение принял? Там считают правильно. В Хиросиме считают, что неправильно. Хиросиме не считают? Да, уже не считают, действие сделано. Я говорю, что 12 остальных, 11, приняли правильно и приняли как нужно. И в итоге образовался документ, который был поддержан единогласно. Кроме одного, который сказал, я у себя не нашел компромисса. Туда все включили. И включали не по принципу, что здесь зеленая зона, а по принципу, что хотят жители. И тогда смысл, который заложен в кодексе, наконец-то заработал. Никто не лез в охранные зоны Лавры, никто не лез в военные предприятия, они сами довольны свои. Но территории, где жители хотели сады, огороды, где проузоны, где все, они прямо включались со слов жителей, все делалось. И сформировалось то, что подписывал президент в кодексе, то, за что заложил смысл законодатель. А не так видение из главы текстуры. Поэтому, а в последнее время получается, что мы, принимая решения в компетенции кодекса, вынуждены еще эти решения где-то отстаивать. Это было бы нонсенс, если судья Сергея Посадского суда федеральный вынес решение, а потом с этим решением Канил убеждал. Не, ну поймите, это решение вот на этом, и он говорит, иди отсюда, ты не посоветовался. Телефонное право, оно, наверное, есть где-то, но оно не должно быть настолько явным, и все равно не должны более быть это. Я вас прошу потерпеть просто немножко, и если вы готовы, то мы многие вещи преодолеем гораздо быстрее. Я понимаю, что вас... Мы готовы будем потерпеть вместе с вами. Да, немножко поругают. Но вы просто на нас свалите, скажите, вот ребята упертые, вот как это и было всегда раньше, вот они принимают так, что мы можем поделать? Ждите, когда выберут других через пять лет, а пока надо вот так вот. Помнишь? Помнил, да, вот Альцин Петрович, видите, прошло-начал, да? Да. Результатом ничего стало, территория просто не вошла. Все вошло, кто хотел. Был человек, который не хотел, который принципиально, как Терасимов сказал, я в округ не иду, я территорию не включаю. Мы могли проголосовать и без него. У нас большинство было, он один был из тридцати. Просто мы, уважая друг друга, вот посчитали, что вот за эту территорию отвечает этот человек, за эту, и мы не лезли в ту территорию. Вот она сказала, а я вообще не хочу. Вот мы между собой руки подняли, у нас родился, а она не хочет. Пусть у нее будет белый, но ее выбрали жители такой, и они будут страдать из-за того, кого они выбрали. Пусть они знают, что теперь они не могут ни разрешения строительства, ни вид использования, потому что они выбрали принципиального человека, доверили ему свои права, получили, что получили. Насладитесь, было все четко, как и должно, как заложил законодатель. Поэтому прав Никитич сказал, что, а сейчас что, сейчас мы даем кота в мешке, сейчас есть территория Благородская, но не то, что хотят жить. То есть раньше было вообще ничего, а теперь есть, но не хотят. А что не то? Ну, вот, например, где-то они хотят, нет, хотят, нет, как раз речь не идет о ТЭЦ, хотят речь об изменении, где-то добавить промышленности, где-то там добавить ижевеса, а где-то именно парк сделать. Потому что, ну, мы говорим, здесь мы это не можем, здесь не хотим, а это же ихний план. И вы, например, их не предстоите. Я прекрасно понимаю вас, вообще, понимал всегда и понимаю сейчас, как никогда, каждое слово, о чем вы говорите. Но спорить и что-то доказывать в своем смысле никакого нет. Вот. Вопрос в чем? На самом деле, по Богородскому мы практически все, что нужно, не смогли учесть только то, что имеет пересечение госля с фондом. Это действительно проблема, не только для Богородска. Все остальные зоны, которые хотят жители и которые хотят предприниматели, именно по Богородскому в тех зонах, в которых и они должны быть. То есть все это учится. Чтобы не двигаться, невзирая на... Мы лишь одно попросить вас, чтобы мы от наших слов решили в практическую плоскость. И вы сказали, Денис Николаевич, когда мы начнем носить изменения. Я не готов сейчас ответить на это. У нас ответили, потому что они все равно, что нам ответили, дай Богу, на следующее. Все, сейчас все. Все замечания и предложения хотели вас услышать. Ну, а так по архитектуре, градоста, работаете нормально, жалоб нету. Население, говорит, сейчас и с адресом протянулись. Вот это фиаспо и система. Действительно перешли в округ. Почти все объекты адресации нужно сейчас перевести к новому названию. Особенно те, которые подлежат лицензированию. Многое, что привязано сейчас к адресу. И работа идет, двигается. Публичные слушания проводятся. Видим, что население как бы участвует, вовлекается. Нет ничего такого. Как бы за спиной, шин морства. И меня, что волновало, Настя от Совета ездит, просуживает что-то. Бывает, что где-то генпланом или ПЗЗ мы случайно чей-то огород, или чей-то ежевест, который там был сто лет, а мы его случайно засунули или в промку, или в это. Я бы хотел, чтобы в таких случаях мы всегда вступали на сторону жителей. Потому что мы можем сами, и наши могут оказаться, и близкие. Вот в такой же ситуации нелепой. У них право возникло давным-давно. И может быть из-за какой-то нашей ошибки мы полностью потолще. Может цвет не доглядели что-то. Мы должны поддерживать такие иски, наверное. Хотя главы архитектуры тоже говорили. Приняли. Пускай пользуются. А люди потом, это не совсем правильно, потому что мы настраиваем против себя людей. Мы, по сути, влазим в чужую собственность, империативно навязываем вид использования, который они не выбирали никогда. А потом они ходят искать правду, а мы упираемся, говорим, теперь будете жить так, как решили. Это же махновщина. К следующей вы можете в своем программе? Переходите. На езер. Переходите.